Здравствуйте! У нас сегодня 27 ноября. И хочу такое просто разговорное видео сделать. Мне попросили просто свое мнение высказывать, если я посмотрю какое-то кино или какую-то книжку прочитаю. В общем, я сейчас слушаю аудиокниги. И в последний день я слушаю Викторию Токареву. Токареву. Виктория, да, правильно сказала. Виктория Токарева. Нет, мне нравится стиль ее письма, нравится, как она излагает. Очень образно, художественно, интересно. Истории очень интересные. Но мне не нравится, чувствуется какая-то, знаете, совковость, что ли, какая-то чувствуется в ее рассказах. И вот эта вот пропаганда какая-то, мне даже, кажется, как с телевизора, которая льется, тоже присутствует в ее рассказах. Стереотипность тоже, вот это неприятно. Так, царапнула неприятно, слушала, значит, рассказ. Ну, у нее рассказы, там много рассказов. И один рассказ про актрису. Про актрису. И царапнула вообще. Очень было неприятно слушать о том, что она бы там 150 раз повторяет. Вот эта актриса, ну, как бы повествование от лица актрисы идет. И она вот говорит, вот мне 50 лет, я уже развалена. Я старуха, но меня никто, значит, не смотрит. Я старая, я старая. И через каждые вот там это 10 минут, все, вот 50 лет, все, жизнь кончилась, я развалена. Вот, знаете, мне 53 года. Как я себя чувствую? Я себя чувствую внутри на 35 лет. Я не чувствую себя никакой не разваленной, ничего. Наоборот, у меня жизнь и цветет всеми красками. Мне все нравится, я всем довольна. Какая старуха? Ничего, слушайте. Человек молод душой, вот как Тамаре, вот моей подруге, с 70 с чем-то лет. Ну, какая она старуха? Я не могу про нее сказать, что она старуха. Она такая активная женщина. Очень много здесь женщин такие за 60. Люди такие активные. К чему вот это вот писанина, что 50 лет старуха, никому не интересно. Со мной, честно, словно до сих пор заигрывают мужчины и на пляже. И вот вчера на работу ходил там, два мужчины пытались со мной познакомиться. Не знаю, покоробило вот это, вот такой степени покоробило вот это 50 лет. Мне кажется, это просто стереотипное мышление совковое, что вот женщина 50 лет уже вообще никуда не будет. И второй стереотип, который мне вообще не понравился, вот «Птица счастья», вот я запомнила название, там просто несколько сразу было рассказывать, потому что я не запомнила, как называлась про эту актрису. Ну, в общем, конечно, про эту актрису удручающая, что ее никто не снимает, она никому не нужна, что человек чуть ли не собирается с собой покончить. Я не знаю, какие-то глупости, не знаю, что за, откуда она это взяла. Вот, ну, я же не говорю, что она про всех так женщин в России говорит. Нет, просто вот оно неприятно мне вот это царапнуло, то есть как бы это не мое. Ну, то есть это меня не касается такое, я этого не понимаю. Хотя я никогда не актриса, и вообще, ну, я все равно себя так достаточно очень хорошо чувствую. У меня вот нет вот такого, что я пришла в какую-то компанию, и я начинаю там чувствовать, что какая-то разваленная старуха. Вообще такого нету. Ну, не знаю, может, то, что я замужем, то, что у меня муж есть, и мне вот это особо не зацикливаюсь, может, то, что это так женщины одинокие себя чувствуют, не знаю. Вот, и вот следующая вот эта повесть у нее про птицы счастья, это вообще ужас, конечно. Это я вот послушала повесть женщины молодой девицы, проститутки, самой настоящей, вот так, ну, в том плане в поведении, беспринципная, идущая по головам ради своей выгоды, корыстная. О, такая женщина неприятная просто про ее рассказ, вот, ужас какой-то. Я сбрестнулась, ну, это интересно, конечно, но это неприятно такое слушать. И больше всего мне вот во всем этом повествовании не понравилось вот это вот стереотипное отношение к людям, которые уехали за границу. Ну, то есть, знаете, вам что хочу сказать? Как в России у людей, много людей, у которых все получилось, и много людей, у которых ничего не получилось. Точно так же и в загранице тоже много людей, у которых все получилось, и много людей, у которых ничего не получилось. Это нормально, это жизнь. Люди, каждый человек по-разному вот эту эмиграцию принимает. Кто-то сразу внедряется, и в него все хорошо получается. Кто-то не может принять вообще вот эту другую страну с другими традициями и языком. Это нормально. Но у этой Виктории Токаревой, у нее такой какой-то стереотипный взгляд, что все, кто за границей, все неудачники какие-то. Все должны, значит, огробить свое здоровье на неквалифицированном труде. Несчастные все, по ее мнению, все плачут, ночью вспоминают про Родину. А днем, как она сказала, за границей принято ругать все время Россию. То есть, если ты не будешь ругать Россию, то, значит, ты в глазах окружающих будешь считаться неудачником. Ничего у нас тут такого нет. Здесь мы, когда встречаемся, разговариваем с женщиной, которые там, конечно, много женщин, которые хотят домой вернуться, им больше дома нравится. Они вспоминают, там, ностальгируют по России. Ну, они в основном, знаете, про что ностальгируют? Что вот у них там дома огородик, они в огородике копались. Вот так вот. Ностальгия-то вот про там какие-то такие вот, знаете, привычные вещи. Вот, ну, как вот она огульно сказала, что все, кто, особенно про женщин некрасиво так написала, что все женщины едут с целью себя выгодно продать, прямо вот продать. Не все такие. У нас тут очень много женщин, которые работают, сами снимают квартиры, у них никаких вообще мужиков нет. А то они сами работают, домой деньги посылают. Огромное количество таких женщин, которые, ну, им не нужны мужчин. То есть тут, как бы, знаете, так, если тебе нужен мужчина, ты найдешь, а есть женщины, ну, понимаете, под 60. Вот им вот, я с одной женщиной рассказываю, она говорит, мне не надо. Мне не надо, я хочу одна. Она говорит, я хочу спать в кровати одна. Мне ничего не надо. Это, ну, неохота ей там ни за кем ухаживать, ни с кем, тем более в кровати спать. Ну, у всех же разные вот эти какие-то предпочтения. Много женщин, которые собираются, ну, сейчас я не знаю, но вот раньше в Жероне, женщины вот, которые, они собирались и путешествовали, потом ездили там, брали там какие-то путевки по Италии там, ну, поближе здесь там Италия, Францию, Лондон, Германию тоже путешествуют. Очень много вот они одинокие, но я бы по ним не сказала, что они несчастны. Ну, у них периодически появляются какие-то, ну, друзья испанцы. Ну, как бы, у одной вот был жених так долго, и у него дом тут, вот рядом в Бедреросе, такой красивый дом, и он много раз приглашал ее, чтобы она переехала с ним жить, а она потом сказала, нет, я не хочу ни с кем жить, я хочу быть одна, я хочу домой прийти, чтобы никто не мельтешил, а мужчина, чтобы было у меня как удовольствие, съездила на субботу-воскресенье, с ним время провела, а потом обратно домой, чтобы никто не мельтешил. Ну, знаете, вот женщины же тоже разные все, а там вот у Виктории Токаревой описано, что прямо все такие женщины несчастные, за границу едут, все ловить богатых мужиков, ничего у них не выходит, все они потом коллективно идут на панель, или с побитой головой, там возвращаются обратно, и, а больше всего у меня у Билова, там, такое, говорит, за границей нечего ловить, только в Москве можно что-то, сейчас что-то заработать. Ну, я не знаю, конечно, какого года это ее произведение, может, оно 90-го года, я не знаю, ну, там год же написания нету, ну, как бы я вот это слушала, я возмущалась, я возмущалась, ну, давайте сделаем скидку, вдруг это вот произведение было написано в 90-е годы, может, оно в 90-е годы или про 90-е годы, потому что жизнь-то, она вообще меняется очень сильно. Ну, я, знаете, скажу, вот по ее высказываниям, я поняла, что этот человек никогда не жил за границей, и она, ну, она стереотипно пишет, она пишет в угоду, как бы, публике, чтобы публика схала. А публика у нас что любит? Брежнева, который хает все время, Америку, там, всяких таких, Саню в Флориде, и вот любят у нас очень русские, которые живут дома, ну, потому что они к этому привыкли. То есть, как бы, у них создан в голове стереотип, ну, основной масса людей, которые, которые никогда не были за границей, а даже если были там в Турции, ну, что вы там съездили в Турцию по туркутерке, что вы там увидели, ничего не увидели, вы же так не поймете, зачем такая жизнь. А потом еще вот я вам вот одну вещь скажу, те, кто хорошо устроился за границей, они домой редко ездят, ну, очень редко. Ну, если им хорошо, вот, в том месте, где они живут, где они хорошо устроились, их все устраивает, они домой редко очень, только если какие-то документы делать или какие-то там горе-несчастье какое-то случилось, так, вот. И обычно такие люди, им некогда, они приехали быстро, там, свои дела порешали и домой вернулись. А люди, у которых ничего не получилось, они же возвращаются домой, и они во всех вот этих негативных красках начинают описывать жизнь за границей. Ну, и вот у наших вот получается такой стереотип, что за границей там вообще все очень плохо. Плюс добавляется пропаганда с телевидения, и все. И я, знаете, я вот это поняла, что, когда я вот начала рассказывать, там, меня спросили про ностальгию, когда я сказала, что у меня никакой ностальгии нет, на меня кинулись. Потом, когда я начинаю рассказывать просто, какая у меня была жизнь в России, в том, что я рассказываю абсолютную правду, эту правду, которая, ну, я не знаю, 80% женщин в маленьких провинциях так жили, как я жила. И вот это вот какая-то вот странная вот тоже у нас есть такая политика у людей, типа нельзя ничего плохого рассказывать. То есть рассказывай только что, вот смотри в центре Ижевска, красивые дома построили, везде дороги теперь красивые, и в центре так красиво, в центре так красиво. Только так вот, видимо, можно рассказывать про Россию. А когда ты начинаешь рассказывать про то, что именно с тобой случилось, и описывать, как вот ты жил, то все, ты, значит, сидишь, предатель родины, хаешь родину, потому что, видите ли, по словам Виктории Токаревой, это, эмигранты это делают для того, чтобы доказать, что они, типа, состоялись в Испании. Я ничего никому не хочу доказывать, я в ваших глазах, я и тут не состоялась, у меня никаких бизнесов нет, ничего, я обыкновенный человек, я окажу работу, я довольна тем, что моей зарплаты мне хватает на мои, как бы, потребности, мне нравится, что я каждое утро вижу голубое небо, ну, сегодня, конечно, оно серое, ну, 300, 360 дней в Испании солнышко, вы знаете, вот, мне кажется, что вот сейчас там уже голубое так просвечивает, что как только сходит вот эта тучи вот эти, так сразу же солнце, и потом сразу тепло становится. Вот это вот, что меня восхищает вообще в Испании, да, что люди очень такие добрые, отзывчивые, что хамства нет, что в транспорте так чисто-просто, чистейшинно мы ты транспорт, да, значит, что когда ты едешь в транспорте, ты не стоишь там, как селедка в бочке, и это, а ты сидишь в комфортном кресле. Нравится, что ездить здесь, ну, сейчас, конечно, это проблематично, ну, вот, как бы я рассказывала о том, когда вот не было этого коронавируса, то есть ты, вот, мне вот представить, что из Ижевска в Пермь съездить просто так, это невозможно, это надо собираться, надо там заранее было билет, ну, сейчас, может, конечно, не так, ой, что-то уронила опять гадина. Вот, вот, как бы представить, во-первых, шесть часов нам на поезде надо ехать, в общем, куда-то у нас съездить, это, во-первых, у нас территория огромная, во-первых, это на поезд, это билет надо, это все так, билет на самолет неподъемный, и все это, вот, как бы, путешествие, это у нас ужасно, вот, это, ну, в нашем крае, я хочу сказать. А тут в Испании поражают, что ты через 15 минут в другом городе, там, через час ты в Барселоне, ну, в общем, через 20 минут ты в Жероне, и, то есть, как бы, вот это, и все так это удобно, все, и это не так сильно дорого, и можешь съездить в соседнюю Тосу-Демары, там погулять, практически заплатить 2 евро, 2 с чем-то туда-обратно на автобус, можешь там сходить покушать где-нибудь, ну, евро там можно найти, ну, кто как хочет, можно, до 20 евро там очень вкусно покушать, и оно, вот, понимаете, вот оно вот это реально, оно реально, и я даже заметила, что, когда это рассказываешь родственникам, даже, даже в это родственники не верят, вот, понимаете, вот это, ну, ой, ты смотри-ка, голубь-то как там воркует, в общем, соседний балкон полностью оккупировали голуби, я этому нашему шрицару сказала, эти не приезжают, ничего не смотрят, ну, и ладно, сейчас весь балкон у них, все, терраса обосранная, будет, голубями, ладно, так голубь дохлый там и весь высох, ну, и ладно, я со своей стороны сказала, что, он позвонил им, сказал, что у него дохлый голубь поляется, и голуби развели там, эти гнезда строят, ну, раз людям все равно, значит, все равно, так вот, ну, на счет еще просто, у меня тут вопрос такой был, какое у меня отношение с соседями, а какое отношение с соседями, если никаких соседей нет, у нас вот в подъезде, ну, может, три квартиры кто-то живет, кроме нас, а так вообще нет соседей, вот здесь нет соседей, там нет, под нами нет соседей, нету соседей, вот так, вот эта соседка под нами, блядь, в Андалусею свою укатила, ну, не знаю, у меня никогда, никогда не было вот проблем с соседями, я не конфликтный человек, и даже вот эта вот бельгийка, которая пытается на меня все время нападать, она тоже меня в покое справит, ну, потому что я не это, не вступаю в конфликты, у меня никогда не был конфликт, и когда я в Бежевске тоже жила, у нас соседи были в основном бабушки пожилые, они очень все хорошо ко мне относились, потому что я всегда с ними здоровалась, спрашивала, как у них здоровье, как там, ну, потому что, ну, они же, им хочется внимания, и меня никогда бабушки не раздражали, наоборот, иногда, я помню, чтобы можно было сидеть, слушать, что они что-то рассказывают интересное, ну, я такой, знаете, вот, как губка, мне все время надо информацию какую-то собирать, сейчас вот интернет появился, вот, YouTube, и вот я сижу, вот эту информацию собираю, а раньше так и сядешь с бабушками, ну, много чего хорошего, интересного расскажут, ну, вообще, я, конечно, благодарный слушателям, я обычно не перебиваю, слушаю, вот, ну, и тоже, когда, вот, хочу кому-то что-то рассказать, и, когда меня не слушают, перебивают, это, ну, не знаю, мне неохота там ничего рассказывать вообще, я тоже, вот, тоже заметила, если, если я чувствую, что человек не расположен меня слушать, я ничего не буду рассказывать, вот, это, мне нравится вот это рассказывать вам на балконе, потому что никто ничего не перебивает, так, ну, как-то вот рассказала про соседей, что, вон, с Кристофом, видите, общаюсь, нормально, со всеми соседками, нормально, хорошо со всеми, ну, как бы, а зачем мне конфликты, для чего, что мне, что выясняют отношения, ну, вот, все, значит, там жалуются, что, типа, соседей хорошо слышно, ну, и что, мне вообще все равно, ну, и что, что их слышно, у нас тоже, наверное, слышно, и что, ой, такие вот, какая-то новая волна пошла в Россию, ой, надо жить отдельно в доме, чтобы никакие соседи не гремели, а я думаю, что это ужас, хоть в тишине сидеть, ничего, никто не гремит, это вообще, с ума сойдешь от одиночества, ну, меня, меня не раздражают, пусть гремят, пусть разговаривают, пусть, я сижу тут, каталанка, когда летом была, тут, болтала по-каталански, я сидела и вот, смешала, что она болтает на каталанском, и практика каталанского, и тоже интересно, она, знаете, она рассказывала, что она летом в Барселоне потеряла работу, и пыталась ее искать, искала, что не могла найти, она звонила тем всем, искала работу, я сидела и слушала, думаю, вот, даже каталанка работа не может уйти, ну, ладно, до свидания, думаю, ну, вот, правда, вот эту Викторию Токарев, не знаю, у меня плохое впечатление, какая-то она с какой-то совковым менталитетом, никогда не жившая за границей, судит еще об этом, пишет, мне не понравилось, вообще не понравилось, и она сейчас с каким-то восторгом про эту вот побледушку, ну, не знаю, я больше такая женщина мерзкая, корыстная, и она сейчас с каким-то, знаете, так описывает, как чуть ли она не герой нашего времени, очень неприятно, что послушать, если, послушать, мне, конечно, интересно это было слушать, но в некоторых местах меня так коробило просто, коробило, ну, потому что это как-то не мое, это не мое, я не согласна с таким поведением женщины, ну, ладно, до свидания, до свидания, а то у меня карточка заканчивается.